Локомотив Логическому завершению Второй тайм не поменял Картину игры Жаль, что 47-я минута Опять, да? 48-я 49-я 47-я Но действительно Начало второго тайма Обескураживающее Целая грубая ошибка После стандартного положения Всей команды Не личности, а всей команды И игра меняется Полюс Игра меняется Накал обостряется Какие вопросы будут? Желтые Первая игра В которой забил Корнеленко Два гала Его стоит отметить Наверное И первая игра Когда целая команда Забила Два гала К сожалению Их не хватило Для победы Александр Ильич Начало второго тайма Вопрос концентрации Психологии Концентрация Что такое концентрация? Психология На первом месте Идет Пояснить, пожалуйста Пояснить А психология? То, что ребята Выходят мобилизованные И иногда неправильное решение Принимают в самых простых ситуациях Могут на один мяч бросить В пятером Или втроем Как это было с Зенитом Когда первый гол забивался Там три человека бросилось Хотя достаточно Можно было и одного И теряют игроков По этой же причине Все внимание на мяч В сторону мяча Свободных игроков много Вот И Чисто психологически Я думаю На удержание Сразу изначально Мысли на удержание Такого не должно быть Нужно спокойно играть В обороне И хорошо Контратаковать Александр Валерьевич И еще Особенно при счете Когда уже 2-2 был Брослого глаза Стремились футболисты Даже по такому Вязкому полю Пятками играть Иногда закатить мяч Иногда это вредит Пятка Это хорошие Хорошие способы Какие-то Красивые Приемы Но иногда Нужно просто Спокойно отдать Точную передачу Что нам не хватало Зачастую То есть Были хорошие Какие-то сюжеты Моменты Но Вот этой Точности Простоты Где-то Не хватало Не просим Футболиста Посмелее Быть в завершении И бить Может быть В первую очередь Если футболист Не будет Заряжен на удар Заряжен на агрессию Тогда мы будем Проигрывать Проигрывать Александр Павленко Сегодня Такой еще По защитник У нас По центру Как-то Особой установкой Не было Вообще Я его планировал Как второго форварда Который играет Из глубины Зачастую Он оказывался Впереди Корниленко И эта связка Достаточно Хорошо сыграла Они вдвоем Неплохо Взаимодействовали Между собой Да Еще до Полного Такого взаимопонимания Далеко Но тем не менее Вы считаете Что это единственный вариант Так играть с командами Как локомотив Зенит На сегодняшний день Да Они достаточно Калифицированные команды Поэтому очень тяжело С ними Играть В открытый футбол Они Эти команды Хорошо чувствуют Вот эту вот Нить игры Вы посмотрите Мы только начали Атаковать Какие контратаки Получались У локомотива Острые И практически Там голевые моменты Были в самом конце Выходы Один на один Поэтому раскрываться При таких командах При таких исполнителях Не стоит Безусловно 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 Еще вопрос Вы потеряли два очка Очень сложно сказать По этому поводу Потеряли Или приобрели 2-0 ввести И потом 2-2 А потом еще И могли еще Пропустить Два-три мяча Поэтому здесь Наверное Результат Закономерен Хотя очень обидно Очень обидно Вообще не надо было пропускать Ни одного угола Хороший момент Когда команда Не пропускает Тогда и вратарь Чувствует Свою уверенность И команда Приобретает ее Плохая закономерность И первые 12 минут Можно вспомнить И начало второго тайма А это уже вопрос Ошибся Это после игры Может быть ошибся А может быть и нет Здесь Нельзя сказать То есть Та ошибка Которую Он допустил Это Я считаю Что Если Точнее выразиться Это Ну детская ошибка Она Практически Ну не свершается Вратарями Все Спасибо большое